Привет, ребята! Пришло время узнать полный календарь игр, чемпионата Европы по футболу, даты проведения турнира с 11 июня по 11 июля 2021 года. Впервые в истории соревнования пройдут в 12 городах. Кратко напомню, что Лондон примет 7 игр, 3 поединка групповой стадии, 1 матч 1-8 финала, 2 полуфинала и 1 финал. Баку, Мюнхену, Риму и Санкт-Петербургу доверили 3 матча групповой стадии и 1 четверть финал. Амстердам, Вильбао, Будапешт, Бухарест, Копенгаген, Дублин и Глазго организуют по 3 игры в группах и по 1 в 1-8 финала. К сожалению, Азербайджан, Румыния и Ирландия не сумели пробиться на Евро. Турция и Италия выпала честь 11 числа в 22.00 открыть чемпионат. Игра состоится в Риме. Уэльс и Швейцария на следующий день сыграют в Баку. Группа A свои матчи проведет в этих городах, расстояние между которыми около 4000 километров. Второй тур в этом квартете состоится 16 июня. Турция сыграет с Уэльсом в Баку, а Италия в своей столице примет Швейцарию. Кстати, Швейцария будет базироваться на время турнира как раз в Риме. Лучшим бомбардиром Турции в отборе стал Тасун – 5 голов. Выше достижение этой сборной – полуфинал 2008 года. Итальянец Андрео Белотти забил в квалификации тоже 5 голов. Его сборная – чемпион 68 года. 20 июня заключительный тур Италия-Уэльс и в столице Азербайджана в это же время в 19.00 встретятся Швейцария и Турция. Три валийских игрока забили в отборе по два мяча. Лучшее достижение – полуфинал 2016 года. Швейцарец Итен забил три мяча. Его Швейцария в 2016 году достигла 1.8 финала. Группа B стартует 12 июня поединками Дании и Финляндии в Копенгагене и Бельгии и России в Петербурге. Копенгаген и Санкт-Петербург – города-хозяева, между которыми примерно 1500 километров. 16 июня Россия выступит на своем поле против Финляндии в 16.00, а Дания в своей столице на следующий день примет Бельгию. Кристиан Эриксон в квалификации отметился 5 раз. Его Дания – чемпион 1992 года, а Финляндия – дебютант Евро. Наивысшее достижение на данный момент – групповой этап Тэмми Пуки забил 10 голов в отборе. Заключительный тур ожидается 21 июня. В 10 вечера Финляндия – Бельгия в Санкт-Петербурге и Россия сыграет с Данией в Копенгагене. Это определил жеребий. У Дании, как видим, все домашние матчи. Ромел Лукаку забил 7 голов. Сборная Бельгии – финалист Евро 1980 года. Артём Дзюб отметился в отборе 9 раз. Сборная России – полуфиналист 2008 года. Третья группа начнет 13 июня. Города Бухарест и Амстердам. Некоторым сборным придется преодолевать расстояние в 2200 километров между играми. Австрия и Северная Македония первый тур проведут в столице Румынии, а Нидерланды на своем поле примут Украину. Через 4 дня пройдет второй тур. Украина в Бухаресте играет с Северной Македонией, а Нидерланды дома с Австрией. Голландцы – чемпионы 1988 года. Лучший бомбардир отбора Вейналдум – 8 мячей. Яремчук забил 4 гола. Украина дважды играла на групповой стадии. Это высшее достижение. Эта группа тоже заканчивает 21 июня. Украина – Австрия в 19.00 Бухарест. И Северная Македония – Нидерланды. Это же время – Амстердам. Австриец Арнаутович провел в отборе 6 мячей. Его страна дважды не смогла преодолеть группу. Северная Македония впервые выступит на Евро. Эльмаз забил в квалификации 4 гола. Следующая группа раскрасилась в красно-бело-синий цвет. Глазго и Лондон крышуют эту группу. Расстояние между городами 650 километров. 13 июня Англия встретится с Хорватией и 14-го Шотландия в своей столице примет Чехию. Второй тур 18 июня. Хорватия – Чехия в Глазго, а Англия в Лондоне проверит Шотландию. Гарри Кейн забил в квалификации 12 мячей. Лучший показатель сборной – третье место 68-го года. Хорват Петкович забил 4 мяча в отборе. Его сборная дважды добиралась до четверть финала. 22 июня группа соберется последний раз. Англия в своей столице сразится с Чехией, которая проиграла в отборе. А Хорватия вновь сыграет в Глазго, Шотландии. Шотландцам придется совершить два перелета, несмотря на то, что они хозяева. Мак Гин – автор семи отборочных голов. Шотландцы никогда не выходили из группы. Шик забил 7 мячей. Чехия добивалась второго места в 1996-го года. Конечно же, мы здесь не учитываем победу Чехо-Словакии. А теперь группа И. Она проведет поединки в Дублине и Бильбао. Расстояние между ними в 2000 километров. 14 июня Польша-Словакия в Дублине и Испания в столице Басков примет Швецию. 18 и 19 июня следующий тур. Швеция летит в Дублин на игру со Словакией, а Испания в Бильбао сыграет с Польшей. Марата, Рамос и Родриго отметились в отборе по 4 раза. Испания трижды становилась чемпионом в 1964, 2008 и 2012 годах. Швед Квайсон забил 5 мячей. Его национальная команда – полуфиналист 1992 года. 23 июня заканчивает эта группа. Швеция в Дублине с Польшей, а Словакия с Испанией. У Ливандовски в квалификации было 6 мячей. На прошлом турнире поляки добрались до 1-4 финала. Три Словака забили по 3 мяча в отборе. Лучший результат – 1-8 финала. Группа «Ф» сыграет в Будапеште и Мюнхене, между которыми 650 километров. 15 июня Венгрия в своей столице примет Португалию, а Франция в Мюнхене сразится с Германией. 19 числа Венгрия – Франция и Португалия – Германия. Венгер Орбан забил трижды в отборе. Выше достижение его сборной – третье место 1964 года. У Роналду 11 мячей. Португалия – действующий чемпион. 23 июня Германия – Венгрия. Жребий определил местом встречи Мюнхен. А Португалия в Будапеште сыграет с Францией. Жеру имеет 6 мячей в квалификации. Франция – чемпион 1984 и 2000 года. У Гнабри 8 мячей. Германия побеждала в прошлом столетии – в 1972, 1980 и 1996 годах. Чтобы было еще проще, вот появляется полное расписание. 11 июня – один матч открытия. 12 июня – три игры в 4, в 7 и в 10 вечера. Три матча состоятся 13 и 14 июня. А вот 15 числа запланировано две игры. Но тем не менее до 23 июня ни одного дня не пройдет без игр. Через три дня стартует стадия плей-офф. На протяжении четырех дней – 26, 27, 28 и 29 июня состоятся по две игры одной восьмой финала. Затем вновь небольшой перерыв. 2 июля – два матча четверть финала. 3 июля – тоже две четвертьфинальные баталии. Через три дня стартуют полуфиналы, которые мы увидим 6 и 7 июля. И 11 числа – финал на Уэмбле в 22.00. Если информация была полезной и интересной, ставьте класс. Услышимся!